Вера в Бога помогает человеку справиться с различными недугами быстрее и проще. Тяжелую весть о неизлечимой болезни или приближающему концу тоже легче принять рядом с Богом. В уходе за пожилыми пациентами помогают сестры милосердия. Они часто становятся палочками-выручалочками для одиноких людей. Церковь очень плотно взаимодействует с медициной, и врачи лечат тело, а священнослужители – душу. И вот наше взаимодействие со здравоохранительным учреждением, оно основывается прежде всего на том, что наше сестричество, храм Киран, присутствует в ЦГБ. Ну и, конечно, с Павлом Анатольевичем мы имеем такие тесные взаимоотношения, регулярно встречаемся, обговариваем планы. У главного врача есть пожелание такое обустроить молитвенную комнату, обустроить молитвенную комнату как православным, так и мусульманам, для того, чтобы имелась возможность у верующих болящих посетить эти комнаты, помолиться, принять таинство. Вопросы взаимодействия медицины и церкви обсудили на профильной конференции. Основными темами для дискуссии стали меры по сохранению беременности и охране детского здоровья, служение сестер милосердия, реабилитация участников СВО. Мы осуществляем тесные взаимодействия с епархией, у нас заключено соглашение, мы проводим периодические встречи, обсуждаем вопросы совместные наши. Значит, сестры милосердия принимают самое активное участие в выздоровлении наших пациентов, которые находятся у нас на стационарном лечении. Осуществляется уход за тяжелым больным, у кровати больным. Моё глубокое убеждение в том, что если у человека на душе будет спокойствие, если человек душой будет здоров, то, соответственно, и процесс выздоровления будет осуществляться намного быстрее. Своим опытом поделился главный детский хирург Минздрава России Дмитрий Морозов, духовник больницы святителя Алексия в Москве, протерея Сергей Кляев, а также представители Симбирской епархии и учреждений здравоохранения области. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Управда ТВ.